Как спасти молодежь от идеологии терроризма? Этот вопрос стал главным на заседании антитеррористической комиссии под руководством главы Дагестана Владимира Васильева. Патимат Бурзеева расскажет подробнее. В сферах экономики, налоги, газ, электричество, торговля, которые уводятся из тени, наблюдается положительная динамика, отметил в своем выступлении Владимир Васильев. Так, Махачкалинский морской торговый порт два раза увеличил объем перевалки нефти в 2018 году по сравнению с 2017. Происло также еще одно существенное увеличение. Пассажир поток нашего аэропорта Махачкала за 2018 год перевез 1,3 млн человек. 21,5% роста. Угрозный оборот на жилет-дород транспорта за 2018 год увеличился на 6%. Пригодные пассажирские перевозки, на это обратите особое внимание, это наша с вами тоже работа, сейчас поймете почему. В 2018 году плюс 56% к 2017 году пригородные перевозки. За 4 месяца этого года еще 30% роста. Транспорт, как никакой другой, реагирует на безопасность. Да и мы с вами тоже не позволяем ему функционировать в полный объем, пока он не соответствует вопросам безопасности. Чем больше будет высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых мест, тем меньше молодежь удастся склонить на путь терроризма, продолжит глава республики. Они будут создавать семьи, строить свою судьбу, развивать Дагестан. В этой логической цепи не менее важна роль учителя, ведь знания определяют судьбу. А в сельских школах их нехватка 400 человек. Мы в этом году, докладываю вам, запланировали выделить только на земского учителя, прошу меня, проверим 50 миллионов рублей. Они должны понимать, что они выполняют важную задачу, интересы Дагестана, его будущего. Что они могут опираться на нашу с вами поддержку, всех вместе и каждого здесь присутствующего. Министр внутренних дел Абдурашид Магомедов напомнил, что в прошлые годы были случаи, когда в бои столкновения на стороне террористов выступали подростки. Эта работа носит комплексный характер. Охвачены практически все категории молодежи, включая учащиеся школ, СУЗов, студентов, ВУЗов. У нас по этому поводу есть специальная программа в Министерстве внутренних дел. Я хотел бы поблагодарить Министерство образования, руководителей учебных заведений среднего и высшего образования. Работа с лицами, осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности, ведется в тесном взаимодействии с МВД. Ну а Мапазель Амарова рассказала об адресной профилактической работе в колледжах. В рамках организации адресной профилактической работы всеми колледжами осуществляется учет, прежде всего, обучающихся группы риска и анализ их занятости в свободное занятие время. В настоящее время в зоне вооруженных конфликтов в Сирии, Ираке и Турции находится 1400 наших детей. Таким образом, всего из Сирии возвращено зависит от периода 26 человек, 7 женщин и 19 детей. Из Ирака 34 ребенка, в Турции сейчас находятся еще 4 ребенка, то есть в процессе рассмотрения дела. Это те дети, которые родились на территории Республики Дагестан, то есть имели какие-то документы и гражданство было подтверждено. На антитеррористической комиссии обсудили также защищенность объектов. Это Каспийское предприятие магистральных электрических сетей и филиал Росгидро в Дагестане. Патяна Брузива, Рамзан Амаров, Время новостей.